Здравствуйте! И снова деревня. Замельтешили около кормушки. Первые синички. Где-то шныряет пронырливая Боня. А я, как всегда, начинаю свое утро с лопаты. Намело за ночь немерено. Да, вчерашний день был весьма утомительный и продолжался достаточно долго. Но ребята, пообщавшись с электриками и затем проведя какое-то время в избушке, решили отправиться в Москву пораньше. По одной простой причине дороги сейчас непростые. Но перед этим собирались заехать в Савин и Долг для того, чтобы прихватить пакеты с мусором. И что вы думаете? Девятый час, досматриваю фильм, собираюсь ложиться спать, раздается звонок Нике. Ну, думаю, ничего себе. Долетели до Москвы со скоростью света. Прошло-то всего ничего. Где-то два с половиной часа. О, нет! Оказывается, они находились в Савином Доле, в бытовке. И меня приглашали на блины. Вот это называется завязли. Приезжают, не в состоянии уехать. Ну, я отказалась по той простой причине, что было уже не ко времени. Но мне сегодня ужасно любопытно узнать, как же там происходили события, и что будет делаться сегодня. Ведь бригада электриков наверняка уже приступит к своим начинаниям. Ну, что ж, поглядим. Собственно, Никит, вчерашний приезд и был в первую очередь сопряжен с тем, чтобы познакомиться с бригадой электриков и определиться, что, где и как. Ох! Побегали и туда, и сюда. И по объекту побродили, и в бытовке побывали. Совещались, совещались. Но по-любому оставались некоторые нюансы, которые надо было еще выяснять. И вот вечером наши уже хорошо знакомые строители пришли к нам. Ну, естественно, общение произошло, как всегда, на высоком уровне. И сейчас покажу, как это было. А вот и наши подошли. Ха! Замечательно. Да-да. Вот там-то, да-да-да. Так, все, началось. Про рыбалку. Не, ну, рыбалку сейчас нет, просто разговор. Ах, зато какие планы? Планы на лето. Планы на лето, рыбалку. Я хочу на рыбалку. Мы с увозим вам, зато будете знать, там водоем. Это далеко отсюда? В Чеховском районе. А, у вас там. Это тот самый пруд, где выпускают рыбу? Там есть летний вариант. Летний. Зимний. Да. Но там, да, там рыбалка, блин. Ну, я спекиваю великолепнее. На тратный картон пойдем. Там рыба? Вот. Поди, стой. Капает. Вкусно? Бери сосиску. Леп. Слушай, ну ты поставь ее так, чтобы все могли дотянуться. Сейчас эти причиндолы свою беру. Они стоят на почте. Мы только ели. Сосиски не едают. А так. Сосиски это перекус. Но они только что из печки, они еще горячие. Ну что, может чайку к фейку? Печки здесь. Нет, мы поедем. Мы просто заехали. Мы сидим, куда собрался. Отвозили их. А, вы их заселили? Да. Печку растопили, все. Слава. Ну все, замечательно. А вы на что-то решили, где будет стоять, кровать спальная или нет? Нет. Ну все, пошло обсуждение деталей интерьера. Ну все, что-то самое. Дальше больше. Речь пошла уже о стиральных машинках, сушилках. Ну такой любой. Какие открываются перспективы? Слыпок ламе палочки. Ну все, я понял. Вот такие вот, чтобы они торчали. Ну вот это такое, да. Ох. Нет, запахло теплом и уютом, но уже не только здесь, но и в Савином доле. Ты чего же, это приятно. И я полагаю, что сейчас все совещание переместится вновь в бытовку. Ну что ж, так, наверное, и будет. Решила сделать паузу в сноу-гребле, заскочила на стройку. А тут работа уже идет полным ходом. Заколачиваются шикарными досками фронтоны. И совешние доносятся звуки. Видимо, это дрель или шуруповерт. Там уже орудует бригада. Ну а Сашка пилит досочки на фронтончик. И возможно, поскольку сегодня великолепная погода, штиль. Но, как всегда обещан снег, возможно, сегодня у веранды уже хотя бы частично появится крыша. Но это, конечно, перевыполнение плана, поскольку еще следует зашить фронтон с западной стороны. Ладно, пойду снежок да грибом, а потом продолжу съемку на объекте. Совсем немножко осталось. Скоро автолавка. Да и машин что-то около моего дома стало много останавливаться в последнее время. Карь, зачем тебе снег на носу? Что-то выкопывала. Проверяла, как твои кости себя чувствуют. У нее милая привычка все закапывать. Погрызет немножко, унесет, спрячет, потом проверит. Ну, явно проверяла. А Радик в своей косточке уже догрыз. И даже обломки вместе со снегом улетели в сугроб. Все-таки приятно работать с лопатой и слышать при этом те звуки, которые доносятся с Снегиного участка. Там вовсю продолжается работа. О, а это, по-моему, прилетели снегири. Ну-ка, проверю. Ну, нет, это воробушки. Как и снегири накануне, расселись на ветках ерги, что растет напротив моего дома, и наслаждаются нулевой температурой. Сегодня не мороз, будет теплеть, и поэтому со снегом я стараюсь управиться как можно быстрее. Затем он станет тяжелым, и убирать его будет не так приятно. И снег повалил опять. Крупные хлопья. Ну, надеюсь, что ребятам сегодня в процессе укладки листов железа, если до этого дела дойдет, это не особенно повредит. Ну что ж, надо заканчивать и переключаться на другую деятельность. А все-таки здорово, что дома настолько близко расположены. Заканчивала уборку на парковке, и тут раздался Сашкин спосвист. Он ацельтовал меня рукой, приглашая попить кофейку. Ну, это означает, что с фронтонами уже закончено, и ребята, как и я, собираются переключаться на нечто иное. Ну что ж, сходим на разведку, пообщаемся, попьем кофейку, и затем продолжим свою бурную деятельность. Ну вот, последняя рейчка приколочена, и восточный фронтон завершен. Остался только южный. Слушай, я так поняла, что фонарь – это штука красивая, но с ней больше всего геморроя, с этой штуковиной. Да, это и с верандой, и с обшивкой, но зато дом приобретает свой индивидуальный вид. И вот остался последний южный фронтончик. Вид отсюда действительно будет замечательный. Можно будет смотреть, какие машины приезжают в деревню, видеть автолавку, жёлтенькую нашу. И вот последний рубеж с досками на обшивке. А вся южная сторона стены уже сделана. Здорово! Начался кофеёк, и я задаю вопрос, который мне написали в комментариях. Речь идёт о том, в чём преимущество каркасных домов, из каких материалов они производятся в основном. Какие плюсы и минусы, сэр? Ну, минусов, минус один. Шумоизоляция. Как бы она там не была, но она там незначительная, но она есть. Вот. А по остальной я, в принципе, минусов особых я и не вижу. Потому что я сам строитель, и сам живу. В таком доме себе сам построил. За газ копейки плачу. Тепло, хорошо. Все довольны. А материалы? Материалы. Утеплитель. Доска разных серокалибров, разных размеров, для разных вещей, для стен, для пола, для перегородных, перекрытиев. Да, 70% сушки минимум, чтобы не было никакой деформации. Ну, а так, больше, что в целом. Утеплитель. Утеплитель в основном, я советую, как бы, генеральная вата на основе каменных пород, там, базальтовых пород, скажем так. То есть, технониколь, четвёрочка с плюсом. Либо Роква Лайт Бац. Вот, и все сказы. Очень тёплый дом. Не знаю, почему там интернет кипит. Но это, как бы, каждое своё мнение. Я к этому мнению отношусь по своему мнению. Мне кажется, что, в принципе, это самые нормальные дома. Быстро возводимые. Не такие дорогостоящие, как кирпичные и всё подобное. Каменные, бетонные. И, в принципе, я живу в таком доме доволен. Так что, думайте. Молодец. Спасибо. Всего доходчиво. Ну, это было маленькое отступление. Перед тем, как попить кофейку... Ох, как всегда. Это застолье. Кофе. Хорошо. Как всегда кофе. Ох, тепло, уютно и приятно. После отдыха ребята отправились продолжать строительный процесс. А я вернулась в избушку с тем, чтобы заняться своими лыжками. После последней прогулки в лес, панифацией не мешай, я обнаружила, что крепление надо менять. Эх, когда-то были просто вот такие вот брезентовые полосы. Ну, это так называемые мягкие крепления. Сунул ногу и пошёл. Но мне это не устраивало. Мне раздобыли по моей же просьбе вот такие вот полужесткие. К ним ещё прилагались чёрненькие резиночки, которые рассохлись буквально за один сезон. И я поменяла их вот на такие. Они обычно предназначаются для того, чтобы фиксировать какую-то поклажу на сумках, на колёсиках или на тачках. Ну вот, крючочки, естественно. Так, а где второй? Воня, где второй крюк? Коварный кот. Вот такие крючки я также оставила. Ну, применяла маленькие ремешочки. Это старый поводок. Ну, вот этот вот окончательно перетёрся. И я его заменила на то, что нашлось у меня в сарае. Сейчас предстоит ту же манипуляцию проделать и со второй лыжкой. Но пришло к выводу, что вот эту металлическую конструкцию надо передвинуть ближе к носку. Потому что здесь под платформой есть специальная прорезь. А, крючок нашёлся. Замечательно. И мне бы хотелось, чтобы всё совпадало. Ну, чтобы лишний раз сапоги не снимать. Взяла те, в которых обычно хожу на лыжах. Ну что ж, надо довести всё это до ума. К тому же решила приспособить карабинчики. Потому что крючок вот в такое отверстие всовывать. Дело, особенно зимой и в прохладную погоду голыми ручонками, совсем непростое. Ну, а затем надо лыжки смазать. Простейший вариант. Лыжи хорошо просушены и прогреты. И надо будет намазать их просто-напросто обыкновенной свечкой. Тогда снег не станет налипать, поскольку вот в такую погоду, а уже температура поднялась до нуля, это весьма-весьма актуально. Иначе передвигаться крайне тяжело. Ну, по накатанной лыжне, конечно, было бы проще. Но здесь такая просто нереально. Её нету. Я кончила с лыжами, отлавливаю бонифацией. О, сам сдаваться пошёл. Бонечка, иди домой, а то я хочу к ребятам сбежать. Ну, конечно. Ты смотри, с полуслова. Какое послушание. Только вот интересно, в ту ли сторону побежал. Ну, почти. Бонечка, пошли домой. Боня! Ну, вот сглазила. Пойду ловить, а потом на стройку. Да, тут несколько продуктивнее, чем у меня в избушке. Уже завершён фронтон. Последний, третий, самый сложный. Хотя и не очень большой. И уже пошёл в дело металл. Как я по нему скучаю. Ты так и не придумал, чем мне позаниматься на стройке? Пока нету. Так, пока нету. Каникулы. Ладно. Накроем, а потом внутри будет веник. А, мне выдадут веник. Я предвкушаю. Внутри будет веник. Ладно, подожду. Ну, по-моему, это совсем скоро. Так, ладно. Надо пойти к электрикам. Первый раз попробовать их поснимать. Ой, стеснительные они. Но я всё-таки попытаюсь. Как же я тут, наверное, всем надоело. Страшно подумать. А между тем, Сашка отправился на станцию на машине для того, чтобы провести ещё одного члена бригады. И мне о нём кое-что рассказывали. Любопытно будет посмотреть и познакомиться вживую. И вот стою перед входом с овешеном, где уже вовсю монтируется электрооборудование. Металл и рукав. Я-то почему-то думала, что это гофра. Ну, спец из меня в лепестричестве вообще никакой. Я его панически боюсь. Ничего не соображаю, не понимаю. У меня возникает вечное ощущение, что даже в куске провода, который не подключён, может оставаться ток, который вдарит и мало не покажется. Правильно. Кесарю-кесарево, слесарю-слесарево. Мне проще с деревяшками. Но если здесь я хотя бы что-то начинаю постигать и узнавать, то подобное недосягаемо. Так. Ну что ж, всё здорово. Ну, надо уже отправляться домой. Возможно, удастся забежать ещё разочек. А пока не буду надоедать. Карик, ребят, спасибо. Пойду я. Увидимся ещё сегодня. Пока. Карик, нам надо возвращаться в избушку, топить печку и, наконец-то, шлифовать блюдо уже окончательно. Снова получился дугострой. Потому что много народа, много интересного. И совершенно не удаётся заняться тем, что хотелось бы всё-таки завершить. Всё набегалось, не снималось. Теперь надо завершать тот проект, который становится постепенно долгостроим. Не люблю этого. Ну, а Кария и Бонька, набегавшись, улеглись на кроватке. У них сейчас тихий час. А мой день продолжается. И, надеюсь, дальше всё будет так же интересно. Ну, что ж, желаю всем того же. Всего хорошего. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok